Я начну с проблематикой. Основная идея — мы встречаемся в России, в той территории, в которой мы находимся. У нас есть огромное желание, особенно мы, учитывая то, что мы являемся активистами национального строительства, это очень обширная организация, которая представлена в государстве города России. У нас одна из идей — это вести общество из одного состояния. Мы видим, какие потрясения на сегодняшний день существуют в обществе, это происходит на наших глазах, и в мире в том числе. И нам очень хотелось создать некий мотивационный формат, который позволяет человеку что-то справлять. Вот Алиса, Али. Соответственно, одной из идей, чтобы продвинуться в этом направлении, есть идея создать видеоролик, который будет мотивировать людей разбираться в том, что происходит вокруг нас. Чтобы он, после того, как человек будет разбираться, он будет готов соответственно уже предпринимать какие-то шаги со своей стороны для достижения целей, которые он будет знать, будут для него уже доступны. Поэтому и сейчас перед нами стоит задача выбрать оптимальный формат данного видеоролика и определиться с его содержанием. Чтобы в рамках одного ролика, на которой мы сосредоточим свои основные силы, чтобы он дал максимальный результат. Ну вот я здесь подкорректирую, да, то есть примерно вот задача следующая, да, чтобы создать некоторое видение у людей, ради чего они начнут вставать со своих диванов, с телевизора, да, попку свою поднимать и начинать шевелиться и заинтересовать людей, начинать разбираться в том, что происходит в обществе, смотреть какие-то видео, ходить на митинги, включаться в какие-то общественные движения, чтобы люди, повышать, скажем, самосознание людей, чтобы у них появился интерес действовать на благо своего общества. То есть все мы знаем, что может быть уже забыто, да, что мы живем в стране вместе не просто так, а это способ, в общем-то, жить эффективно. Для этого мы собираемся в обществе. И как бы если наше общество, в котором мы живем, будет работать эффективно, то это повлияет на качество нашей жизни. Так вот, вследствие этого мы хотим создать ролик, который, так скажем, некий образ, ради которого люди начнут шевелиться. Вот, соответственно, задача, задача, это описать вот этот вот образ образ, ради которого, вот это будущее, ради которого, вот если вы, скажем, увидите вот это, вы готовы, у вас появляется вот эта мотивация идти, разбираться в том, что происходит в обществе, включаться в какие-то движения, там, выходить на митинги, смотреть видео, и вот проявлять вот эту свою, там, скажем, патриотичность, да, и самосознание. Вот, что это за образ будущего для каждого, ради чего этот человек может начать действовать. Вот. Вопрос такой. И это вопрос. Да. Ну, еще, если его попереформулировать тоже немного, да, то есть, что может сподвигнуть вас, какие, какое будущее или изменение в вашей жизни, чтобы вы начали разбираться в том, что, например, как все устроено, да, и второе, после этого, чтобы вы решили все-таки совершить какие-то действия, да, не особо обременительные, но чтобы добиться этих изменений или этого будущего. А может быть, даже... Через какие образы, через какие сферы жизни человека? Понятно, что у нас есть четкая технология, как это сделать, и нам не хватает людей, те, которые могли бы быть мотивированы, потому что общество не так быстро. Говорить о прошлом, почему так произошло, что мы в самой богатой стороне мира живем так? Это да, но об этом уже многие говорят, и мы не хотели бы здесь повторяться. Но ничего не создано для того, чтобы... Что будет, если мы начнем менять мир, если у нас будет порядка, ну, к примеру, если по моему себе говорить, 5-10 тысяч человек, осознанных, вышедших, потребовавшихся, как раз исполнения той мечты, о которой нам нужно создать, вот эту мечту, мечту будущего, ради которого могут сподвигнуть себя, своих соседей и так далее. Если говорить по России, это порядка 8-10 тысяч, тех самых отчаянных, тех самых поверящих за свою страну, за своих близких. Итак, правильно ли я услышал, что вопрос – это образ того, чтобы человека привлекло и помогло ему начать движение к этому образу, то есть некий образ будущего. Например, мы сказали, что чтобы этого образа достичь, нужно сделать две вещи. первое – это в какой-то момент нужно просто выйти и выразить свое желание, что мы хотим, не хотим жить как и сейчас, мы хотим жить вот так, и он уже четко говорил, как он хочет жить. Окей, если он спонгрикнул на вид, надо идеи накидать. Да. Именно. Идеи через что? Учитывая, что это будет видеоролик. Стариков с интересом… Николай Стариков – это писатель, известный уже в России, за рубежом. И он с интересом отнесся к этому мероприятию. Я ему сказал, что мы будем идеями, это будут мозговые школьники, это будут люди, которые набросят новые идеи, через что может будущее это увидеть. Он говорит, да, интересно. Я, говорит, конечно, начинал думать об этом, но не смотрел так глубоко, как вы. Поэтому мне будет очень интересно, спросите меня, пожалуйста, на почту. Я обязательно это напишу в своей книге. Хорошо. Итак, уточняющий вопрос. Правильно ли я слышу, что вы хотите сформулировать то, что у нас не сформулировано в стране, да? Это, грубо говоря, куда мы идем? То есть, национальный день некоторый. Правильно ли я понимаю? И даже, куда мы идем, и что мы, вроде бы, того, что пойдем, получим? Я говорю, национальный день. Ну, так как в Америке было там машина-квартира, трое детей. Как в Америке, я живу в свободной стране, и ради этого люди там пошли... Нет, они пошли ради совершенно колбасного будущего. Или, например, не колбасное будущее Японии, да? 40 лет затягиваем. Нет, это как отдельно. Не обсуждает. Нет, я уточняю, потому что до этого зависит, да. Что конкретно для вас важно, чтобы вот, соответственно, начать развиваться? Нет, уточни еще вопрос. Как только у кого-то появится идея, он может сразу ее начинать говорить. Я с профессиональной точки как продюсер на боках спрашиваю, именно ролик? Либо это цикл ролика от два разных формата? Пока мы говорим об одном ролике. По поводу цикла это вопрос. Да, мы понимаем, что мы замахиваемся на серьезный материал, когда мы очень любят копать. Идея. Идея. Можно идея. То есть, у меня, как бы, навеяна текущим моментом идея. Она связана с тем, что надо научить людей делать сознательный выбор на выборах губернатора, мэра и прочих власть. То есть, в принципе, не за кого-то, не за какую-то власть, а просто, чтобы люди делали это сознательно, осознанно, и у них не было вопроса, а за кого голосовать. Чтобы они сами разбирались, за кого голосовать. Чтобы не было методикой, как это делать. Ну, я еще хочу сказать, что за них можно голосовать. Управка, да? Но... Не оценим. Идеи не обсуждаем? Нет. 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 Если дополнение к вопросу, можно, но если... Как есть? Есть идея тоже, да? Идея. Значит, я предлагаю, как бы, такой, такой проект, не знаю, такое движение. Называется «Я изменяю будущее». Да? Сейчас. И это может быть один или несколько роликов, когда это будет конкретная ситуация, в которой произошло изменение. Корректировка. Вот какая это конкретная ситуация, вот для вас лично? Вот вы бы увидели на видео, сказали, я пошел, я вот пошла, а я звоню там. Смотри, ради чего? ну, как бы... Идея? Идея. Идея заключается в том, что серия мелких конструктивных движений, когда вы реально влияете на будущее, оно мотивирует. Серия мелких конструктивных движений. Да, да. Вот в этом. Вот у нас вопрос конкретный. Стоп-топ-топ, записывайте. То есть, вот смотрите, как вопрос сформулировали, так идеи и рождаются. То есть, слушайте то. Уточнение тогда. Да. То есть, есть уточнение? Да, уточнение. Хорошо, тогда, например, что сейчас вас останавливает или смущает и не дает, так сказать, первое, начать разбираться, и второе, ну, потом уже, когда вы разберетесь, начать действовать. А с чем разбираться? Можно я скажу? У меня есть. Идея. У меня есть вопрос. Давай. Что конкретно мне сейчас мешает и не дает? Да. Это неверие в то, что я смогу что-то изменить. Поэтому вот, как бы... Вторая вещь. Да. Тоже соединяюсь тогда в этом вопросе. Что то, что я знаю, нет доверия информации к то, что я вижу. То есть, я слушаю то, что мне говорят, но, насмотревшись других фильмов, я понимаю, это можно так исказить. все что угодно. То есть, просто мозг уже перестает воспринимать, потому что не верит той информации, которую дают. Соответственно. А вот, на идею того, что бы меня вдохновило, если бы у меня ролик передал образ того, что я, растущий, в будущем, смогу повлиять на ситуацию, и мой вклад будет вот в этом. Я буду точно понимать, в чем мой вклад. Вот этот кирпич я положил, и вот в этом здоровом здании, седьмой, восьмой, двенадцатый кирпич, мои. И вот, если у меня четкое внутри будет ощущение, вот этих вот кирпичей, в большущем здании, на которое ходят, там смотри, миллионы людей, может весь земной шар, а вот седьмой, двенадцатый. Мой. Мой. Вот это то, ради чего возможно. Еще идея о том, чтобы показать, что наши дети вырастают, и они не мечтают уехать за границей, а мечтают здесь остаться. Здесь, по-моему, к вопросу, почему они не разбираются, потому что информации вроде бы много, а, ну, направить, ну, человек, какую информацию, то есть, ну, нет, 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 нет какого-то такого, ну, да, 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 да. Посмотри, то есть, те сейчас решили. Да, вот, и пока я там, я даже не знаю, откуда получилось, там вот на Федоровом, Анну Толесине, Федоров, смотри, то есть, у меня был какой-то, не то, что какой-то, был такой, мотивационный затык, можно сказать, определенный, ну, всегда про жизнь. Вот. И что-то мы с Алейси разговаривали по этому поводу, и там, мимоходом, ну, там, Федоров, посмотри, вот, что-нибудь там, как бы, это самое. Ну, я на Федорову посмотрел, один, второй, что-то, раз, раз пошло, там, другие разные, там, ну, там, ноту, ну, то есть, как раз выстраскивает, стало, ну, расширяться. То есть, вот, в целом, это один момент. То есть, это, создать какую-то вещь, которая бы, вот, ну, именно, направляла людей, то есть, вот конкретно, вот этот, вот, как ролик, да, вот, посмотри ролик, там будет все понятно. То есть, если тебе не нравится, то-то, то-то, посмотри, вот это, вот это, да? Да нет, в принципе, чтобы человек, конечно, разбираться, чтобы он должен понимать, что, ну, нужно в чем-то разобраться. А так сейчас мы, вот, я, допустим, что происходит у Украины на Украине, это с 5-ых слов, говори, я узнал об Украине, что, вообще, что тут происходит. Вот. Ну, и так, ну, как, ну, Заворушка обычно, как, так, как, так, так, там, как всегда, на Украине Заворушек, а то опять какая-то Заворушка там произошла, как бы, ну, ну, и, ну, хорошо, пройдет он. А с точки зрения идеи, то есть, возможно, какие-то, что меня смотивирует, то, что не верю, а то, что я смогу, да, было бы озвучало, то, что я смогу, вот, а как раз-таки создать какие-то, ну, как, собрать какие-то примеры того же, кто смог, да, обычные люди, то есть, по мелочам, да, там, построили, там, ну, как, если я просто беру, как, посадили за кто-то, коровку делали. То есть, смог влиять на большое количество людей? Это вообще, в принципе, повлияет, даже на большую, на большое, вот, построили коровку в детском доме, там, в детском доме, там, они думали, что там, там, через 6 лет только смогут, как бы, там, все потихонечку построить, да, тут раз пришли, ну, короче, построили за полгода все это дело, и, как бы, там, дети с такими волами, там, если все, с вами, вот, собачили, с этой серией примеров конкретных людей, которые, там, понемножечку, чего-то, там, каждый вкладом являлся, и, ну, в итоге, то есть, вот, ну, вот, я, я простой человек, ну, я, если, то могу. Можно, я скажу? Да. Про органы местного самоуправления, которые могли бы влиять на ту территорию, на которой они находятся, то есть, это или район, или город, или большой город, потому что, куда еще может обычный человек пойти, он не поедет, там, в мэрию, в центральный район из Академгородка, ну, такое место, куда можно прийти и высказать, вот, свои пожелания, и тебя услышит, и тебя услышит, и этот орган, который действует, да, то есть, он не просто там собирает и на этом останавливается, а еще может повлиять. Окей, тогда. Идея прекрасная, простая, она заключается в том, что сейчас есть краудфандинг, это народное финансирование, нужно показать много проектов, которые были реализованы с помощью народных денег, в частности, можно сказать, про меня. А еще раз, как это называется? Краудфандинг. Народное финансирование. Народное финансирование. Когда люди сами сбрасываются на какую-либо идею, которая им понравилась, своими деньгами. Вы это можете назвать, допустим, я не сказал по поводу, там, 5-й, 6-й, да, там, какие-то, там, какие-то, можно сказать, 1-й, 2-й, 3-й, там, 10-й. Кирпичи, да. Какие они могут быть? Какие они могут быть? Про что это? Я не знаю, вот сейчас новый вопрос, а вот у меня еще на предыдущей идее и есть, можно скажем, на предыдущей по поводу образа. Вот еще один такой сейчас образ, это образ того, что каждый человек рождается со своим предназначением, то есть он уникален, как снежинка уникален, каждый человек уникален. И вопрос в том, что если человек рождается, значит у него есть уникальное его место в этом мире, место, которое дарует ему смысл, радость. Богатство, здоровье, то есть это некая деятельность, деятельность, которая его к этому ведет. И если, ну, эта идея, то есть как бы, если в этом клипе, это дать образ того, что, образ того, что ты находишь себя, то есть встречаешься с собой, со своим предназначением, с которым ты рождаешься, с которым ты рождаешься. И, соответственно, вот этот вот кирпичик, вот этот кирпичик, это может быть как раз есть на деятельность. То есть кто я? Я инженер, или я бизнесмен, или я олигарх, или я техничка. Но даже техничка может быть офигительно счастлива в том, что она делает. И запускать кровью в космос. И запускать кровью в космос. В общем, у нас такая, что выяснилось. Ну, если про образ, да, мне кажется, что неплохой был бы образ, раз уж нет ничего конкретного, да, это народная стройка церкви. Ну, то есть как образ показать возрождение как бы и веры, да, и реальное преображение. То есть это может быть видеоролик, это может быть мультяшный какой-то. Ну, как сюжет именно. У меня несколько идей. Первая идея — это вот в этом коротком ролике показывать только то, что есть внутри тех, кто этот ролик снимает, и ничего другого, только открыто можно раскрыть наиболее ярко, наиболее качественно. То есть только то, что есть внутри тебя. А не смотреть куда-то вглубь, не смотреть в будущее, не ждать каких-то образов, посмотреть внутрь себя, найти там то, что реально цепляет именно вас, что заставило выйти сюда, к этой доске, найти именно ту Кащееву иглу и сказать именно про неё. И сказать особым образом, не столько из ума и того, как правильно, а попробовать это в будущее через эмоции, через интонации. Тогда этот ролик достучится. Это первая идея. Это первая идея. Вторая идея — это как образ. Это можно в качестве сценария показать, как работает память человека и насколько человек может вспоминать своё прошлое. И большая часть людей вспоминают лишь до какого-то такого детского периода, на несколько лет. Но если начинать вспоминать ещё глубже, до момента, до рождения, а сейчас много техник позволяют это делать, собственно говоря, то можно дойти до такого состояния, когда, собственно говоря, до зачатия. И в этом плане сама вероятность зачатия и вот эта частичка, когда соединяется папина и мамина, то есть это та частичка, которая сейчас находится внутри каждого из нас. Она просто расплодилась до такого неимоверного количества, что нас становится много. А на самом деле она начинается с такой маленькой штучки и вероятность того, что, собственно говоря, добежишь именно ты, и именно тебе 250 миллионов на старте, собственно говоря, стартует 250 миллионов, вероятность добежать намного меньше, чем стать олимпийским чемпионом, намного меньше, чем стать президентом на огромной стороне, собственно говоря. И при этом ещё вероятность того, что вообще кто-либо добежит, она крайне низка, собственно говоря. Большая часть стартует в ноль. Идея в том, что раскрыть вот эту вот составляющую, она очень сильно цепляет людей эмоционально, и после этого у человека возникает такое некоторое прозрение, он начинает смотреть на себя другими глазами, потому что если ты там стал супер-мегаолимпийским чемпионом, то решать вот эти вот маленькие задачи в этой жизни становится очень легко, самооценка очень сильно поднимается. Пожалуйста, ещё чуть-чуть мне показать, меня просто децитировали, у меня это когда-то разговаривали, общались, в плане того, что про красоту всё равно, практически каждый человек хочет повысить свой уровень в жизни, по большому счёту, так или иначе, и при этом, как говорится, ничего не делать, в общем-то, в целом немного. Поэтому показать простые вещи, что по сути, по большому счёту, для того, чтобы тебе повысить свой уровень в жизни, мы сейчас тоже рассказывали, по-сюда рассказывали, 20% всё повысить, по сути, встань ты и выйдет на площадь, грубо говоря, два-три раза, что в итоге переведёт, какие-то такие простые механизмы, то есть, где мы можем снять, потому что сам учим. Да, да, сам учим. То есть, чему-то переведёт, то есть, у человека всё равно мотивация в это вот, ну, потребность есть в это вот, в повышении уровня жизни, если это... То есть, я на самом деле усилить хочу идею, которую Денис сказал, то есть, это про информацию, которая много и которая непонятна, то есть, у меня сразу возник образ колобка, который съел леса. То есть, такое ощущение, что мы находимся во множестве лживой информации, и мы, в общем, нас съели. Поэтому, соответственно, надо начать искать правду. Ага, поедини. А ещё коротко. Да, 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 так вот. У Маршака есть такое стихотворение, оно, там, не было гвоздя, подкова пропала, подкова пропала, ой, лошадь захромала, лошадь захромала, ну, полковник убит, полковник убит, там, армия разбита, армия бежит. Враг вступает в город пленных не щадят, потому что в кузнице не было гвоздя, да. То есть, показать, что такая маленькая-маленькая фишечка, она в себя настолько наворачивает, и это реализуется через технику 5 почему. Просто вы же, был у вас такой запрос, как, вот, просто человеку показать, задавая по любому поводу 5 почему, да, почему вот это, почему мы здесь сидим, а почему вот это, почему вот это, и через 5 почему, ну, первую причину можем, наверняка, выйти. И вот это идея. Маленькое дополнение к церкви, да. И можно провести собственное расследование любой, любой проблемы. Вы сами берете, идете в общественную приемную, это место, где вам везде, в едином месте, должны ответить на все вопросы. И по какому-то вопросу проходите все, и добиваетесь успеха. Это будет эмоциональное ваше отношение, и вы покажете, как можно реально решить. И того, почему нет, это страх того, что потом мультируют, тебя обманывают. Соответственно, то есть, как бы, причина, по которой не иду, потому что, ну, мне сказали вот это, а может быть, меня обманули. И я говорю, зачем мне сделать единственное, которое вдруг меня обманули. А вот как проверить, что меня обманули? Вот это самый такой сложный момент. И сразу может быть там вопрос идеи на то, простое решение. То есть, в жизни так мало осталось настоящего, обыкновенного, искреннего и честного. И сейчас столько, как люди так продуктивно научились правильно говорить, манипулировать, быть такими правильными, да посраться, то сейчас уже вызывает, то есть, а, ты правильный, значит, ты мной манипулируешь. Мозг уже это исключает. Поэтому я вот здесь вот идею Андрея, нам не очень понравилось, что ими рассказать о своем, то есть, о себе, то есть, о том, что вот внутри цепляет. Потому что то, что тебя лично цепляет, это то, что, ну, не поделаешь, что ли. Ну, здесь в сроке нельзя не сказать. Да, да, ну вот это вот вопрос внутренней ценности, которая настоящая. Ну, и из помех, если вы хотите про помехи, меня это не касается. Ну, то есть, все выходят, но поскольку прямую это не затрагивает мои интересы, то есть, меня это не касается. То я, ну да, лично, если меня это не касается, чего я буду там ходить? Или у меня еще кто-то? Все, последний? Все, последний. Все, все, все. Применить, ну, как решение тех кирпичей, которые не дают, это применить игровой формат. Игровой формат легче мотивирует на первый шаг, собственно говоря, потому что игра позволяет войти и быстро не мотивировать. То есть, и формат игры – это то, на что легче всего человека замотивировать на первый шаг, собственно говоря, а уже сделал первый шаг, он уже может остаться там посерьезно. Ну что ж, что было ценным для вас? За эти два шага. О, за эти два шага. Так. Про сперматозоиды суперлески. То есть, на самом деле, что нужно – это вырастить в человеке вот это чувство уверенности и то, что он может влиять. Показать, что, ну, один в силу, там, наша кучка, там, пяти люди еще сильнее, а вот там, десяти тысячи – это вообще «вово». Вот. И каким-то образом донести людей, что, ну, до человека, поднять вот, так скажем, внутреннюю сумасшанку, уверенность и показать, что вместе мы – сила. Вот так вот. Коммуникационный центр, такой распределительный центр – это вот от Андрея, да? То есть, если человек все-таки озадачился, так сказать, все-таки разобраться, да, например, в каком-то приближении, то было бы здорово, если он мог бы там куда-нибудь хотя бы просто обратиться, сказать, вообще, куда вектор… для обместа, для обращения человека. То есть, хотя бы поняли… А что делать-то? Мы ведь это делаем, потому что, когда мы вовремя о таком количестве людей, понятно, что мы взращиваемые идеи, на которые люди придут, и вот эти люди – это же потенциал, это управление территорией, поскольку необходимо это можно сделать. Это не просто они пришли, сделали, страна стала лучше, и на этом закончится. Страну нужно будет строить. И еще такая идея, что по поводу того, что все вот этой информации боятся, что не нужно давать эту информацию, которая там грузит, а надо что-то давать такое, то, что неоспоримо, какое-то вот настолько простое и честное, то, что не будет вызывать никаких сомнений. Вот это цыбанол. Да. Окей. Не устраивайтесь. А можно маленький вопросик? Микро. Микро. А вот так сейчас, да. А вот насколько бы для вас было важным, если бы, например, в ролике было объяснение, почему вот сейчас именно так, скажем, несправедливо, а не по-другому? Или это бы не было важным? Я бы не смотрел. Это не узкое. Это ты просто уже не объясняешь. О вкусах не спорят. Вашем завершились. Это был не микро? Да, формат завершился. Это хороший большой вопрос. Спасибо. Ну, давайте мы поддержим и попали в ней. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ